у тебя бентли и ты так да у меня бентли последние два года она стоит на продаже и как вы уже наверное смогли догадаться она никому нахер не нужно большинство мальчиков мечтают о шикарных автомобилях со временем автомобили стареют а мальчики растут и некоторые легко прощаются с мечтой но кто-то не хочет ее оставлять именно для них сегодняшний выпуск кто-то дорос до того чтобы ездить на заднем сидении а кто-то любит порулить ребята и как всегда в видео спрятано несколько 25-ых кадров не волнуйтесь наша утка никуда не делась она на подходе просто ее не было с собой смотрите видео ставьте лайк и указывайте тайм коды в комментариях и заберите свой видеорегистратор silverstone победитель прошлого выпуска как всегда в закрепленном комментарии бентли мульсан и бентли continental gt предыдущего поколения для кого-то оба эти автомобиля это сходить в музей а для кого-то потешить свое эго на ярмарке тщеславия когда какие-то возможности уже есть и какие-то деньги уже заработаны мой сам на данный момент на вторичном рынке можно купить всего-то от каких-то 7 миллионов рублей при том что новым этот автомобиль стоил 22 23 миллиона continental gt на данный момент это вообще дешманская тачка от одного миллиона 200 тысяч рублей можно купить эту машину что я вам совсем совсем не советую делать потому что как вы помните порядка двух лет назад я делала проект об этой машине и я с ней ого-го как наелась но обо всем подробно мульсан это один из последних бентли он пришел на смену бентли арнаш вы помните мы снимали этот автомобиль и если честно он тоже был далеко не самым успешным по продажам арнаш создавался тогда давным-давно и был построен на одной платформе с роллс-ройсом да да вы не ослышались когда-то бентли и роллс-ройс входили в один концерн а именно роллс-ройс в какой-то момент от нищеты бентли его просто забрал под свое крыло но арнажу не помогло и это продавался он плохо так вот мой сан почему я говорю что это один из последних настоящих бентли потому что он практически полностью даже не практически он просто полностью собирался на заводе в крю 400 часов тратили на сборку этого автомобиля причем основное время уходила на салон если вдаваться в подробности то 400 часов это где-то в три раза больше чем обычно тратится на сборку одного бентли почему я не люблю эту бентли потому что по крайней мере сейчас покупаю и и все что вы получаете это вот эту вот шкурку это не очень качественная бентли в этом кузове по крайней мере continental gt это просто volkswagen внутри сейчас эта машина вообще не представляет из себя ничего интересного а главное что она плохая по качеству вот те машины о которых я говорю которые стоят где-то там миллион тире миллион 500 это просто помойки ребята они плохо едут уже потому что у них несмотря на то что когда-то был хороший мотор он уже умирает она внутри вся какая-то старая затертая до дыр поверьте я за эти деньги посмотрела этих машин очень много и она постоянно постоянно ломается в общем все что вы получаете это какие-то внешние понты но в итоге даже посадив машину девушку вы не можете быть уверенным что этого автомобиля заведется сразу что этот автомобиль не начнет троить и вы не начнете позорно извиняться она вам надо новый continental gt это уже совсем другое дело никаких вам volkswagen of ских моторов никаких вам volkswagen of ских кнопочек никаких в 8 только в 12 и у нее уже платформа porsche и даже робот pdk никакого volkswagen давайте заглянем внутрь я покажу вам что остается в реальности от такого автомобиля в бюджете как у среднего тигуана заглядывая в салон мы видим volkswagen of ские кнопочки что уже никого не удивляет тогда бентли делали так и более того все эти кнопочки сейчас у всех этих старых бентли ходят ходуном и я прихожу к выводу что это просто было не очень хорошо сделано вы думаете вам кажется что немножко под колбашивает мотор вам не кажется мотор действительно под колбашивает почему а хрен его знает вот такой вот будет простой понятный русский ответ потому что многократно этот автомобиль бывал в автосервисе но ему ничего не помогло чинят одно потом выходит из строя другое и ребята если вы скажете лиса но ты нашла убитую бентли это третья машина которую я беру на съемку последние два года она стоит на продаже и как вы уже наверное смогли догадаться она никому нахер не нужно совершенно верно ребята потому что значит в принципе она едет если нажать на газ она даже хорошо едет даже приятно едет это в принципе такой знаете автомобиль который вот если издалека вы подходите с девушкой девушка у у тебя бентли и ты такой да у меня бентли а потом вы садитесь и ты вот когда поворачиваешь ключик потому что старт стоп уже давным давно не работает ты молишься чтобы она завелась вот прям ты думаешь блин блин я так хочу эротических наслаждений сегодня вечером поэтому пожалуйста пожалуйста не подведи малышка заведись сейчас и она короче если просто повернуть ключик она скорее всего не заведется не нужно заводить на аварийном втором резервном аккумуляторе то ли то есть то есть сначала круче ключик повернуть немножко налево а потом быстро направо и тогда она скорее всего так делает здесь естественно горят все возможные лампочки чек-энжен лоутая хотя колеса у нас в порядке колодки свет что-то моргает непонятно что происходит и это все ладно и ерунда у нее постоянно происходят какие-то электрические глюки совершенно ну необъяснимые то перестает закрываться вот доводиться вот то вот заднее стекло то почему-то она думает что у нее срабатывает сигнализация кто-то в нее лезет то почему-то вот вчера перестали работать дворники почему перестали работать туда понятия не имею ребята помните несколько недель назад я вам рассказывала о конкурсе от continental так вот у нас определился первый победитель и сегодня я перед вами отчитаю что никакой подставы есть реальные люди которые побеждают и которые могут участвовать в дне дне просто нереальных эмоций сначала мы поедем просто расскажем вам полезную информацию в шин сервисе расскажем о том как меняют шины какая бывает разница между хорошими и плохими шинами и почему важно думать в каком месте вы меняете себе резину далее на тесле мы едем на ягуар land rover полигон где победитель целый день будет кататься на разных моделях ягуаров и конкурс еще продолжается так что у вас есть возможность поучаствовать проходите по ссылке есть возможность получить те же нереальные эмоции которые сегодня получится весна настала и пришло время менять шины и по этому поводу я задумалась а стоит ли переплачивать за дорогие шины и за недешевый но качественный шиномонтаж и по этому поводу я решила поприставать к руководителю большого шинного центра шин сервис официального дилера компании continental здравствуйте иван здравствуйте елена подбору шиного центра по оказанию услуг шиномонтажа нужно подходить с большой ответственностью мы используем современное высокотехнологичное оборудование плюс квалифицированный персонал и мы не раз в год следим за техническим состоянием оборудования производим калибровку настройку наших станков что позволяет оказать нам качественные услуги а я слышал что бывает такой понять как гарантия на шину да действительно гарантия на шина существует это своего рода каска для автошин покупая такие вершины как continental вы получаете гарантию и в случае повреждений шин в процессе эксплуатации всегда можете обратиться к нам мы либо вам их отремонтируем либо заменим на новую хорошо звати послушайте а мне вот знакомые вообще недавно купили шины им подарили шиномонтаж это развод какой-то то есть этого не бывает нет это действительно это есть покупая премиальные шины в нашем центре вы получаете шиномонтаж в подарок я буквально вчера переобулась на летнюю резину на летний continental слушайте я просто по-другому ощутила этот автомобиль я вообще забыла что она так может ехать а ведь кстати континентально они устанавливаются завода то есть это комбирные шины которые сюда ставятся там в америке как же она едет она просто великолепная я вот просто реально совершенно другие ощущения настала собранная четкая ясная все-таки отличная резина у нас сегодня ребята эксперимент александр выиграл в конкурсе компании continental возможность целый день покататься на тесле на ягуарах в общем провести день с интересными автомобилями и сейчас мы дадим александру покататься на тесле и послушаем его впечатление ускоряется впечатляющее непередаваемое как в самолете руль острый реагирует на малейшее малейшее движение а как вам удалось вообще выиграть расскажите буквально пару слов о конкурсе в одной соцсети я подписан на компанию continental был тест в опишите умную экономию с континенталем работаю в автомобильной сфере и непосредственно связан с шинами конечно многое написал отправил на что особо не рассчитывая каково же было мое удивление когда мне позвонили искали что вы выиграли главный приз кататься на тесле это был для меня вообще сюрприз ну что саш как шина continental нас ни разу не подвели позволит полной мере насладиться автомобилем реализовать его потенциал эмоции больше всего и что вот этот автомобиль вот этот вот этот автомобиль или поздравить с успешным окончанием курса вот спасибо что приняли участие в нашем промо вот инциденталь до ваш диплом поздравляем спасибо в рамочку на самое видное место спасибо спасибо компании continental за предоставленную возможность покататься на таких автомобилях все было очень здорово спасибо мульсан это совсем другая история это действительно шикарный автомобиль который задумывался для людей которые ездят на заднем сидении у которых действительно есть деньги так в чем же его проблема почему он даже обесцениваясь на две трети все равно очень плохо продается на вторичном рынке почему большинство людей предпочтут mercedes 222 и кстати чтобы сделали вы в случае естественно наличие такого количества денег вы бы взяли почти новый или в общем-то новый с-класс от mercedes или вот этот вот мульсан я даже не знаю что лучше входить в состав вагов или быть настоящим бентли потому что многие владельцы мульсан и точнее их водители не вылезали из сервисных центров эта машина здорово сыпется под капотом здесь классический 6 3 четверти совершенно прекрасный мотор 512 лошадей в случае если у вас не модификация speed и едет этот автомобиль вот так вот это я хотела вам сказать что он едет очень хорошо и более того он прекрасен не только на прямых но он хорош и в поворотах что было для меня большой неожиданностью если мы с вами говорим о столь крупном автомобиле и в принципе рассчитанном скорее под пассажира нежели под водителя а здесь такое впечатление что и о водителе думали тоже восьмиступенчатый zf послушно перещелкивает передачи если вы не лили осливную мочу в мотор и он тоже будет жить долго и счастливо а вот все остальное у вас развалится он разгоняется с приятнейшим басистым звуком и с удовольствием и без проблем перестраивается причем делает это весьма комфортным для водителя внутри мой сам конечно же очень неплохо не забывайте что даже глубоко подержанный мой стан стоит приблизительно также как новый mercedes s-класса 222 в последнем кузове и что же кроме стереотипов что bentley это мега круто должно заставить вас купить эту машину ребята привет вот скажите вы бы что взяли вот такой вот мой сам который стоил новым там 22 23 миллиона либо mercedes 222 сейчас подержанная такая машина за 7 миллионов продается и вот не знаю мне кажется что кроме банков у нее нет никаких других плюсов перед 222 например вот смотрите сзади места не так уж много как хотелось бы макс сто восемьдесят шесть сантиметров рост и у него вот видите практически максимально отодвинута переднее сидение до максимально максимально вообще и не то чтобы прям вообще дофига прям дофига предофига место точно 222 мне меньше и узко знаете узко вот что я бы сказала основное вот вы представляете какое обесценивание этой машины получается 2 до 2 3 она обесценивается за 5 внутри мульсан радует вас первую очередь приятным запахом дорогого автомобиля и этот запах не выветрился даже за годы видимо настолько качественными были эти материалы и сейчас машине хорошего состояния они и остаются качественными этого мне континенталь жить и который ушатывается вот так вот на раз-два здесь все будет вас радовать только натуральным деревом сталью полированной и серебром все очень дорого но здесь если проводить параллели с 222 мало места а ведь это так важно для богатого господина расслабиться в дороге расслабиться здесь может господин только в случае если он нажмет вот эту кнопочку и начнет двигать переднее сидение вперед и только тогда его ножкам будет комфортно но также он после этого может нажать себе кнопочку массажа и по спинке приятно побегут ролики также господа могут настроить себе раздельный климат и выбрать одно из трех направлений воздуха который идет из дефлектора в ножках вот здесь вот и вот здесь и это все звучит конечно круто но я нашла несколько удивительных для меня просчетов например посмотрите вот на этот столик который располагается над кармашком и что я должна делать с этим столиком вот так с него кушать или как работает на компьютере вот так да я могу поднять сидение я могу сделать его положение например более высоким но чтобы я не делала вот сейчас я максимально высоком положении вот он мой столик и причем этот столик у меня под каким-то стремным углом расположен но даже если я достаю этот столик и он не под стремным углом он все равно совсем не удобен вот здесь вот у вас наверно могу лишь предположить что когда-то располагались бокалы но они вам за 7 миллионов не положены они вам положены были за 22 а вы же извините нищеброд вы машину за 7 всего-то на всего покупаете вашим детям поверьте больше всего понравится управлять шторками причем шторками и своими и шторками второго пассажира которые сейчас тоже поехали а вашим женщинам больше всего понравится вот эта штука я вам скажу что я ее оценила в первую очередь такого большого и такого удобного зеркала я не видела даже в 222 и даже при том что я рассказываю вам сейчас так много прелестей про бентли мульсан а по моей папе приятно ездит шарик я вам как интеллигентному человеку и про бентли мульсан а по моей папе приятно ездит шарик я вам рекомендую и даже при том что я вам рассказываю сейчас много прелестей про бентли мульсан а по моей папе сейчас приятно ездит шарик я вам как интеллигентному человеку рекомендую положить болт на этот автомобиль и все-таки приобрести mercedes 222 и самое забавное ребята что хотя бы вот когда вы покупаете вот такой вот самый дешевый автомобиль рассматриваете из бентли continental gd предыдущего поколения вы хотя бы видите товар лицом вы все это видите это все можно как бы причесать залезать и временно устранить и вы тогда будете покупать эту машину за 2-3 миллиона рублей и скорее всего поведетесь потому что в тот момент на тот момент у нее ничего не будет сломано но дальше вы поверьте мне но не хотите не верьте просто проверьте на своей шкуре вы столкнетесь абсолютно совсем тем же самым это автомобиль который будет требовать вложений просто постоянно и когда эти вложения копеечные это ладно а кое-что здесь действительно совместимо с volkswagen с audi кое-что можно найти недорогое но все равно большинство запчастей большинство обслуживания у этой машины будет эге-гей каким не копеечным поснимал за последние годы изрядное количество bentley и даже поездив на одной из них я начала понимать почему же этого автопроизводителя пинали из одного концерна в другой то есть за последние десятилетия bentley несколько раз меняла владельцев дело в том что на мой взгляд эти машины по крайней мере раньше сейчас они вроде как начинают реабилитироваться были и не самыми прикольными и не ехали лучше всех и главное достаточно серьезно ломались и причем в нашем случае это касается и мульсана и continental gt единственное глобальное преимущество которым сейчас обладают эти автомобили это bentley ручная сборка одним словом понты и казаться а не быть и я не уверена что это вам нужно вы же серьезные ребята а я такая умница стою на краснопресненской набережной наслаждаюсь видами гуляющими людьми а знаете почему да потому что у меня в bentley закончился бензин я типичнейший представитель в данном случае я просто типичнейший представитель идиотки на старой вонючей bentley у которой не работает лампочка уровень топлива не показывается и я думала вчера забрав этот чудеснейший автомобиль что у меня здесь пол бака бензина и сейчас я стою как идиотина и жду подмогу вот так вот ребята